средневековье все бородатые все в чалмах их по моему никто не покорил не покорят и кругом одни мужчины женщин не видно коротких юбках допустим без головного убора но это отдельно это богатые крестьянин волом пашет землю а на рогах вола японский японский магнитофон для них главное было торговля продать раненых увидят вот представьте лежит весь в крови и тут же падали в обморок нет оказывается страшнее всего войны я работала в организации рабочего снабжения управление по мирской дороге ваше и все специалисты хорошие как бы ведущие отправляли предлагали путевки предлагали как бы интернациональный долг выполнить меня уже записали мне этот в афганистан сказали в афганистан поедете поеду вы знаете когда я оформляла документы папа был в курсе и уже по окончании вот этих всех проверок мы прошли инстанции все горком партии обком партии где значит проверялись чтобы что если родственники за границей где работают родители кто мать отец уже знал и он как-то мне сказал дочка езжай будешь станешь участником войны что такое война в действительности только мы видели по телевизору последний день как бы уже взяли мне дали предписание с военкомата уже прислали езжайте позвонили и вечером уже с отцом сели и как раз пришла вещь что у мамы был старший брат скончался и вот перед этим как раз и сказали что я улетаю я надо вы что да то как начала это делать но уже деваться некуда было я не значит мы утром 3 это было 3 мая проводили до аэропорта посадили мать слезах и и я вот так вот я улетела они уехали туда на похороны а меня отправили проводили на самолет и мы полетели в ташкент в ташкенте мы в тузели через тузели тоже через турку туркиславский военный округ в тузели мы там уже прошли всю эту все эти эти проверки и в тузели нас посадили военный самолет и мы оказались 3 мая после обеда в кабуле когда прилетели в кабул вот вышли с аэродрома с этого самолета с трапа и все где-то было нас 200 человек 200 женщин по всем специальностям видим всех набрали видимо как как раз в то время были необходимые специалисты все и вышли девушки куда мы попали дара а тогда же еще демократическая республика в инстан был а мы значит и все значит дара дара и все так непривычно все пусто как бы все этот и мы в аэродроме вышли и нас отправили на пересильный пункт вот там мы ждали до 9 мая а в этот период к оказывается вот именно когда иду идут у наши советские праздники 9 мая день победы 7 ноября вот в эти в эти времена как раз душманы афганцы они делали теракты везде бомбили и все было закрыто и мы там сидели до 9 мая 10 мая к нам при приехала инспектор по кадрам всех собрала посадила в автобус и мы через весь город проехали доехали до штаба тыла пока мы ехали до штаба тыла это такое было видение вот в едешь по дороге вот волк идет бедняк этот крестьянин волом пашет землю а на рогах вала японский те японский магнитофон и кругом одни мужчины женщин не видно ощущение средневековье все бородатые все в чалмах и вот так мы доехали до штаба тыла там у нас уже распределили меня отправили военторг через несколько дней нас готовили нам все объясняли мы давали клятву красном уголке прошли беседу прошли инструкцию и вот так мы остались работать тех которые мы должны были заменить они пока сидели ждали потому что все таки вот эти вот теракты взрывы все это это же было надо ждать вот так я попала в кабул в наши обязанности входило обеспечивать товаром наши все торговые точки военторга во всех всех провинциях афганистана джаллабаде гарды с газни кандагар все были точки и мы туда доставляли товар затем перед перевозили раненых обстрелять могли перехватить груз могли все что угодно сделать и пока значит до доезжаем до гардеза допустим или до газни но мы всегда были на готовый чтобы стрелять если что защищаться вот мы бтр и когда садились нам оружие давали автомат калашникова все рассказывали как им пользоваться чего и мы рядом всегда держали тем же путем мы ехали начинается стрельба и мы опять где ранены где все мы собираем этот берем с собой потихоньку вот как как и на войне до сильно обстрел конечно по об этом лучше не говорить но конечно было страшно для нас это было нас конечно военные те кто был нашим командиром они нас предупреждали девушки мы вас и так охраняем и это делаем но вы пока лишний раз не выходите не высовывайтесь мы сами все это здесь это будем охранять вас вот так мы доезжали потом подбирали раненых кругом все это было этот и успевали быстро быстро все это успевали загрузить и везли в госпиталь в кабул как они как они кричали пока и довезешь до госпиталя это такие крики это такие боли я не знаю сейчас сейчас у меня даже слез не осталось мы там первые дни даже многие девочки они падали вот кровь увидят раненых увидят вот представьте лежит весь крови и тут же падали в обморок и их и несешь помогаешь и ну просто видимо как говорится судьба многие вот так вот возили товар их обстреливали их бомбили и они на мины нарывались на и с этим все и приезжали вот так вот видимо все таки судьба и как-то нас вот это все обходило и мы с этими обстрелами выходили но у нас хорошо это охрана вот это все обеспечивала сопровождала ребята были хорошие вот даже в самом кабуле мы когда жили у нас там были модули несколько было диверсии он диверсии и они значит у нас там был магазин как раз это было в обеденный перерыв и взорвали этот магазин никого там не было но столько всего сгорело столько уничтожилось и рядом были по моему двое-трое проходили вот их ранило вот таких вот ситуации было очень очень много кто-то уходила в отпуск уезжал в отпуск или уже возвращался домой нам разрешали закупиться в дуканах местных местные дуканы это магазины магазины их маркеты вот эти вот все частые и только в сопровождении потому что туда нельзя было заходить женщинам особенно без головного убора без сопровождения иначе они могли похитить закупались заходили он спрашивал кто вы в избак или таджик если были на лицо такие как я всегда как тот ток те кто нас командующий сопровождали всегда им отвечали это наши жены это наши хамунки поэтому спокойно давайте все они покупают у вас и мы уходим и вот так выходили перед входом в дуканах обязательно сидят вот эти все наркоманы эти и это свободно в то время конечно может незаметно было но видно было что они накоренные накаченные сидят и а те уже и заходишь сам дукан и вот тоже такие в чалвах в этих но были конечно и такие более европейские современные одеты но они не до такой степени как бы спрашивали допрашивали для них главное была торговля продать ты заходишь в гадукан и у них такие ковры впадаешь богатые очень ну все начиная от иголки английской и кончая японской аппаратурой у них все 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 там есть все было тот период у нас советском союзе такого не было женщины за людей не считают их очень сложно понять у них это все уже укоренилась район есть где богатые живут где такие заборы высокие потом они учатся ходят также одеваются коротких юбках допустим без головного убора но это не отдельно это богатые а есть бедные районы даже речка у них проходит кабука называется там все бебе выходят стирают моются и вот так вот и живут а в другой стране вот так вот такие богачи живут у которых дуканы свои которые самолеты они перевозят привозят товары прямым ходом с японии допустим с англии с италии вот так вот у них разделение идет мы как-то вот помню приезжали в госпиталь перевозили раненых и там была женщина русская оля она там лежала ой вы девочки оттуда отсюда все значили землячка кто там чего стала спрашивать и вот она нам рассказала она оказывается жила в россии где-то в новгороде и там учился афганец и вот за него вышла не видимо нашли общий язык поженились и уехали в кабу его отослали значит после окончания учебы отослали в кабу и он там работал жил и вот она говорит что вот меня муж избил избивает часто женщина не считает за людей хотя в то время уже многие специалисты которые обучались в европах в россии и в советском союзе они уже знали что-то как-то понимали что права женщинам можно их как хозяйку как этих уважать но однако когда уже жили в кабуле у нас такого не было приедут их родственники и начинают вот твоя жена то это не сделала вот это не сделала не надо ее учить и не надо это делать и как закон их оказывается месяц раз избивали избивают это это вот что-то было и он это делает обязательно избивает и в месяц один нас обязательно избивать душу женщин вот так она и жила с ним многие переболели желтухой многие малярией всем что надо но я у меня было затемнение легких но чуть ли не ну туберкулез и я там лежала два-три месяца в госпитале мы когда вот повозили товар выезжали вот этот вот ветер климат он очень летом под тенью 60 градусов 60 градусов доходило мы работали допустим военторге летом с 8 до 12 с 12 до 4 у нас был обед а с 4 до 5 опять работы контракт у меня был на два года но мы как раз попали под вывод вывод же начался действительно с восемь восемьдесят восьмом году конце восемь седьмого даже а продлился уже и мы как раз попу как пока готовили вот этот вывод везде при модулях везде в частях копали окопы все делали чтобы это это было защитой как бы защищали но это это закончилось все нормально видимо как-то договорились или что и без вот этих вот этих боев без этих уже вывод начался восемьдесят девятом году и вот нас до до последнего держали так мы ушли в январе то есть в январе в конце января а так по самый последний уже в феврале 16-15 февраля они уже были на границе в туркмении а мы в конце января вышли нас на военные самолеты и через ташкент через тузель нас женщин было около 100 человек до который выехали вот с выводом которые остались там уже была ограничена но мы были рады что оттуда уходим вот эта война нет оказывается страшнее всего войны и что будет не будет стрельбы наконец-то мы будем домом и наконец-то мы будем в мире своем вот с таким чувством уходили там же не транспорта ничего не было а у нас вот эти вот транспорты маршрутки автобусы для нас это было очень тяжело я даже своем как бы сказать в маленьком городе выходила на улицу для меня это было взрыв машины проходят это взрыв идешь в автобус садишься и опять взрыв вот вот это вот все осталось в ушах звенило родители меня старались отправить на иссы куль или на джайру куда-нибудь чтобы можно было в себя прийти их по-моему никто не покорил не покорят и у них все готовы стреляться у каждого вот такого ребенка десятилетнего пятилетнего есть оружие чуть что чужой они начинают стрелять вот самое главное для меня это отношение человеческие отношения во первых там вот сами солдаты офицеры как вот относились к людям они видели врага стреляли но однако уважали женщин уважали своих солдат подчиненных и все делали невозможные и эта страна для меня дала урок того что значит надо как-то страны стране помогать помогать кем бы ты ни был на своем месте помогать своей стране ценить все все что есть вот это для меня самое главное а 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 Продолжение следует...